Назарьевская СОЖ состоит из двух зданий основного 1961 года постройки и начальной школы, возведенной 8 годами ранее. В последнем пару недель назад произошла протечка. Причин коммунальной аварии сразу две – плохое состояние кровли и несвоевременная очистка снега. Было много вопросов к директору школы и по текущему состоянию объекта, почему не производились своевременные ремонты и в том числе крыша не очищалась от снега, что привело к протечкам в классах. Много вопросов было и по коммуникациям с родительским сообществом и по учебному процессу. На данный момент директор Назарьевской школы написала заявление на увольнение по собственному желанию. Строительство здания образовательного учреждения было в перспективных планах развития муниципалитета, которые пришлось скорректировать. Новый объект в системе образования должен появиться уже через 2-3 года. Сейчас идут переговоры по оформлению участка. Переговорный процесс, касающийся земельного вопроса, запущен и в Перхушково. Здание местной школы было построено в начале прошлого века, в 1910 году. Последний раз его капитально ремонтировали в 2013. Чтобы образовательное учреждение нормально функционировало, регулярно приходится выделять значительные финансовые средства. И этот год не будет исключением. И в том и в другом объекте будет проведен как экстренный ремонт, так и текущий ремонт в рамках летней программы. Потому что пока мы строим школы, объекты должны функционировать. Еще один вопрос в повестке еженедельного совещания главы Одинцовского района – организация питания в образовательных учреждениях муниципалитета. В начале февраля некоторые ученики Назарьевской школы на завтрак получили просроченные йогурты. Сейчас по данному факту проводят проверку правоохранительные органы. Андрей Иванов дал поручение профильным заместителям ужесточить требования к поставщикам продуктов питания в школы и детские сады. И усилить контроль за их исполнением. Очень важно провести собственное внутреннее расследование по просроченному питанию. Я знаю, что сейчас и правоохранительные органы этим вопросом занимаются. И поверьте, все виновные будут наказаны. Татьяна Викторовна, хочу вам сразу дать поручение создать постоянно действующую комиссию, которая будет регулярно, ежедневно проверять все поставки питания в наши школы, в наши детские сады. И если будут случаи поставки несвежего, уж тем более просроченного питания, незамедлительно давать эту информацию мне, будем принимать оперативные экстренные меры. Недобросовестных поставщиков в нашем районе однозначно не будет. Вопрос, связанный с организацией питания детей в школах и детских садах, глава Одинцовского района Андрей Иванов взял на личный контроль. Евгения Августина, Евгений Муравлев, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.